Отнюдь не роскошь, а необходимость для эффективной дистанционной учебы. Такой подарок-сюрприз, как и другие школьники, находящиеся здесь, получила пятиклассница Лейсан из Грайворона. Что теперь с планшетом будет проще? Делать уроки, все проходить, писать, отправлять, фотографировать, делать какие-то видео. Люблю про старый оскол, делаю видео, как мы тут живем. Первую партию 40 планшетов сотрудники общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» привезли в самый многочисленный ПВР. На следующей неделе такие устройства доставят ребятам из других пунктов. Мы очень давно работаем с самого начала с этим пунктом. И каждый раз, когда приходим, мы даем людям какую-то одежду, мы обращаем внимание, как учатся дети. Абсолютно все учатся с телефонов. И мы прекрасно понимаем, что неизбежно, если мы что-то с этим не сделаем, то мы получим ухудшение зрения. Теперь, чтобы написать сочинение или решить задачу, не нужно напрягать глаза, да и набирать текст значительно проще. В комплекте с планшетом идет чехол со встроенной кнопочной клавиатурой. Цифровые помощники в учебе, мощные и производительные. Технику отдали детям лично в руки. Необходимо только свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей. К слову, эти подарки лишь часть огромной благотворительной работы. Сегодня же вечером, благодаря поддержке губернатора нашего и правительства Калининградской области, нашим партнерам, благодарительному центру «Верю в чудо», у нас 52 человека, семьи, где воспитываются дети с онкозаболеваниями, уедут на две недели в Калининград на гостевую реабилитацию. То есть, планшет – это не единственная наша работа. Очень много параллельно проектов идет на помощь белгородцам, грейворонцам, в общем, жителям, кто пострадал от обстрелов. Оксана Черных, Дмитрий Желяков. Такой день на Мире Белогорье.